ребят всем привет обратите внимание какая у нас красота да там какой-то дядька рет вот да мы ехали 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 приехали на замечательное лесное озеро да вот такая вот красотища сегодня у нас самая настоящая жара завтра обещает еще жарче погоды по 30 градусов то есть принципе если такая погода у нас продлится еще неделю пару недель можно будет смело открывать купальный сезон да что очень здорово можно будет поехать на реки озера купаться слушайте сегодня хотелось бы поговорить о комментаторах на канале у сканеров ну а самих сканерах поговорить не удастся поскольку они так и не выпустили никакого нового видоса вот обсудим комментарии последним под последним видео про бесплатку вот еще раз вам показываю как красиво значит причем сразу хочу сказать что всех комментаторов я никоим образом не гребу под одну гребенку как говорится все люди разные есть люди очень достойные которые высказывают смело свою точку зрения не боятся вот ничего в принципе такими же были ровно и мы до вся наша компания вот пока нас не заблокировали а есть конечно и такие другие комментаторы которые являются фанатами обожателями семьи сканеров вот которые вот для которых просто медом намазано как они живут которые поддерживают полностью всю их семью их образ жизни считает что они ведут себя правильно что так и должно быть раз они приехали значит значит они имеют полное право на все плюшки бонусы которыми они пользуются в американском обществе но вот хотелось бы зачитать немножко значит сергей широков пишет ни в коем случае не отказывайтесь от такого подспорья если есть такие дураки которые платят налоги и на эти деньги раздается еда то может за счет этих дураков можно получать и живые деньги вы узнаете можно будет вообще не работать и жить припеваючи как я вам завидую ребят ну что здесь скажешь человек считает что это нормально такой уровень жизни и образ жизни вернее это абсолютно нормально и самое главное что он считает дураками именно американских граждан и американцев которые значит платят налоги которые честно живут оплачивают налоги а потом с этих налогов идут еще всякие всевозможные пособия вот таким вот тунеядцам халявщикам и прочим личностям которые могут себе позволить приехать чужую страну и год сидеть на попе ровно ну в принципе сергеем широковым все понятно далее наша любимая виктория германия слушайте ну если вспомнить все ее перлы по поводу расслоения личности по поводу ликвидировать вместе за вместо заблокировать то как бы неудивительно вот все что она скажет все не в попад значит она пишет не пойму чего привязали с работой есть у людей возможность хорошо жить не работая тем более андрей уже работал и ждет когда снова сможет работать на своем месте жизнь это не только работа когда-то можно отдохнуть успеет еще они наработаться слушайте виктория ну вот в принципе с вами все ясно вы настолько всегда утверждаете такое ощущение что вы не виктория германия а что вы сам андрей или татьяна вы такое ощущение что просто знаете все планы андрея чего он там ждет чего он не ждет когда он собирается выйти на работу как вы можете утверждать вообще за чужого человека за абсолютно постороннего человека которого в глаза не видели ну если только вы не его левая страница в принципе в чем я вот даже несколько бы в этом не удивилась чего ждет андрей когда откроется какая работа таргеты так вот таргеты никогда и не закрывались сколько он работал месяц или полтора вы считаете что можно немного отдохнуть а вы вообще в принципе знаете сколько отдыхает среднестатистический американец какие у них отпуска а я вот вам скажу неделя ну край две недели это две недели это отпуска у тех американцев у которых большой стаж работы на последнем допустим вот месте работы да то есть у которых есть стаж работы они не могут себе позволить из 10 или 11 месяцев в году отдыхать 8 месяцев вот они не могут они платят налоги они оплачивают дома квартира они оплачивают обучение своих детей садики школы прочие прочие вещи и многие еще вещи медицину страховки и при этом они платят налоги которые в том числе идут вот на таких вот тунеядцев как сканера и которые показывают нам да как же хорошо можно вот так вот приехать и спокойно жить что касается таргета об этом уже сотню раз хотя андрей соврал да он сказал что магазин закрыт андрей верать вообще не хорошо в принципе потому что вас смотрит огромное количество американских граждан да и вообще людей которые проживают на территории америки которые вам уже не раз писали что магазин таргет никогда и не закрывался даже в период пандемии так что если бы андрей хотел работать он бы работал и вообще очень многие люди продолжали работать период карантина у меня муж вот допустим тоже работал работает и ничего слушайте ребят но самый интересный комментарий а вот под футбанками был у ирины пекель не знаю правильно неправильно назвала ее фамилию но как бы вот как смогла вообще просто написала бомбический комментарий она пишет мы на родине просрочку из магазинов едим потому что все магазины даты перебивают купишь и не знаешь правды что купил послушайте ирин мне вообще хотелось бы но первый вопрос я не знаю конечно где вы живете в какой стране я вообще не понимаю как вы можете говорить и утверждать за все магазины что все магазины перебивают даты и вообще если перебить допустим дату фасованного продукта да который идет на развес там будь то сыра или колбасы это как бы все я понимаю что такое можно сделать каким образом можно перебить заводскую упаковку дату на заводской да дату заводскую каким образом ее можно перебить она стоит и стоит ее никто не перебьет и вообще это не проблема ты приходишь в магазин то есть вы заранее идете в магазин за просрочкой мы в россии идем в магазин допустим за продуктами я иду и смотрю сроки годностью короткосрока всегда абсолютно для меня это не проблема я это делаю просто уже на автомате да и это нормально а вы получается идете в магазин и покупаете за свои деньги только просрочку ну что ж вам хочется просто посочувствовать и сказать что видимо количество съедаемой просрочки не только про вас и это говорю она наверное очень сильно влияет на умственные способности человека то есть прежде чем писать такую ересь вы хотя бы голову включайте ну а на будущее еще когда пойдете в магазин букашка села на меня когда пойдете магазин берите с собой очки если вы не в состоянии найти срок годности на этикетке ну и включайте голову и не говорите за всех за все магазины так что как то так ребятки какая здесь красота обратите внимание это да просто красотища птички поют птички поют зелень так вот все красиво сейчас немножко в другую сторону посмотрим что здесь у нас есть вот такие красивые виды блин всегда завидовала но по белому естественно хорошо тем людям кто умеет писать картины мне кажется вот в таких местах просто одно удовольствие сиди себе допиши картину очень красиво а запахи где-то здесь цветет видимо то ли сирень то ли черемуха чем-то таким пахнет очень очень приятно короче вообще тихая спокойная гладь воды лесное озеро и лес и только птицы поют слушайте да а теперь еще хотелось бы рассказать к нам на канал зашла звезда 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 комментариев звезда канала сканеров истина в последней инстанции ркс да говорит забрела случайно случайно забрела случайно нас нашла случайно все было случайно но знает абсолютно все о чем мы говорили все эти там неделю или две как мы открыли канал абсолютно все моменты даже знает о том сколько раз юля моет в день полы то есть от нее ничего не ушло как говорится у нее муха без билета не пролетит ну значит она пришла сказала какие мы тухлые как у нас скучно как у нас неинтересно но видимо на канале у папы очень интересно и и очень просто познавательный канал она сказала что футбанги ее не интересует ее не интересуют походы в магазин а вот в плане того что папа показывает прекрасную природу штата вашингтон это конечно для нее очень познавательный канал ну как бы у каждого свои интересы да рассказала почти всю свою жизнь рассказала как она прекрасно живет живет в подмосковье родители живут в сочи собирается сама переезжать в сочи играет восемь лет подряд играла в лотерею гринкарт но так и не выиграла то есть по сути человек рассказал что он живет очень хорошо но при этом он почему-то постоянно костерит россии да постоянно кричит рассказывает как же в россии матушке жить плохо вот но видимо все познается в сравнении я правда не понимаю для чего она хотела переехать в америку вот даже если бы она выиграла эту гринку ну в лучшем случае она бы сидела дома и таскалась бы по футбанкам да ну или по магазинам в худшем случае наверное бы работала в макдишке ну или убирала бы апартики ну а на что она в принципе еще там была бы способна первое время я думаю что как-то так вот то есть странно да человек говорит какая у него замечательная жизнь как он хорошо живет и при этом постоянно чехвостит россию со всеми ботами и со всеми непонятными личностями русофобами ну вот как-то так так что вот такие комментаторы на канале у сканеров которые очень любят их семью которые полностью поддерживают весь их образ жизни вот ну и естественно гладит их только по голове вот так что вот так вообще обратите внимание какая красота настроение замечательное надеюсь что природа вам понравилась очень тихо спокойно все хорошо единственное уже начинают летать комары и кусаются а вообще ребят не забывайте подписываться на канал ставьте лайки пальцы вверх пожалуйста не забывайте пальцы вверх если вам понравилось видео вот еще раз покажу вам такое лесное озеро лес как все красиво ребятки все всем пока подписываемся на канал пальцы вверх все всех целую всем пока